всем добрый день это питомник полина козловой это будет небольшое такое видео напоминали напоминание о том что сейчас у тех у кого роза уже открыли лист очень нужно прям вот пора пора сделать обработку для того чтобы на каждом побеге был бутон это сейчас один из самых частых вопросов что сделать если идут побеги слепые обрывать не обрывать в чем причина в общем отвечаю у розы всегда есть цветочные почки если они не видны то есть они не вышли так называемые слепые побеги это говорит о том что внутри растения не сработала эта химическая лаборатория не прошел нужный химический процесс и вот эта почка она не выстрелил то есть над за такому заторможенным анабиозном состоянии что для этого нужно сделать то есть скорее всего вы свою розу обрабатывали азот фосфор калий и ничего больше то есть у нас растет красивая большая много листьев но бы много побегов а бутонов нет для того чтобы бутоны навязали завязали как хотите говорите нужно чтобы роза получала не только азот фосфора калий а еще много много других элементов цинк бор молибден железо в хилатной форме сера цинк марганец магний в общем практически вся таблица менделеева сейчас очень очень много предлагается препаратов с различными формулами из того что пробовала я мне очень понравился брексил микс но опять же он не везде продается и чтобы на меня не говорили что это что-то говорю рекламирую только что-то одно я не рекламирую я говорю чем пользовались мы я зашла специально в наш магазин который у нас находится бахчисарая на македонского там куча препаратов которые продаются именно вот написано прям витаминный комплекс там очень очень много прям вот и они не совсем недорогие то есть нужно брать и пробовать либо читать отзывы смотреть потому что страна большая препаратов везде продается очень много очень разных так что как бы есть чего выбрать вот прямо тру это у нас подшефный кустик по моему клер костин вот прям вот видно ему не досталось питание в полном объеме на каких-то побегах есть бутоны на каких-то побегах бутонов нету резать ничего не нужно ничего обрезка вы не добьетесь то есть вы обрезкой в таком плане роза только обессилите вы у нее заберете верхнюю почку цветущую которая не раскрылась но которую можно раскрыть с помощью удобрения и она вам опять же начнет гнать кучу слепых побегов то есть от вас сейчас нужно сделать подкормку подкорка может быть как листовая то есть через лист так и под корень это смотрите кому что удобно из того что и я например выяснила за последние два года больше все-таки нравится людям делать подкормки прикорневые как это не странно мне например больше нравится делать подкормки через лист многим как бы многие просят именно удобрения чтобы делать прикорневые подкормки но опять же на вкус и цвет товарища нет прежде чем кормить обязательно нужно избавиться от болезни от вредителей то есть это правило это догма сначала лечим потом кормим перерыв между обработка от болезни от вредителей и кормлением должен быть не меньше там 5-7 дней в крайнем случае 3 лучше 5-7 из практики могу сказать что обрабатывали кусты абсолютно слепо слепых побегов от куст полностью стоял это была полька питомники вообще бутонов не было сделали обработку и буквально 3 2-3 недели вся роза стояла уже на бутонах цветах то есть внутренняя химическая лаборатория в побегах в корнях то есть во всем растении сработало растение выдала то что ей нужно на цветущие почки и роза зацвела обрезкой повторю вы ничего не добьетесь кто-то советует обрезать это бессмысленно вы еще больше обессилите розу роза сначала работает азот фосфор и калий для того чтобы выдать вам побег а потом идет дальше химический процесс который уже работает на бутоны если вы будете бесконечно резать якобы слепые побега вы только добьетесь обвесиливание розы сейчас очень нужно розу поливать водой вот у кого в таком состоянии но более южные регионы северные пишите на карандаш поливать водой обязательно кормить по листу или через корень это как вам больше нравится как и больше чувствуете что вашему растению от этого будет лучше и образа обязательно обрабатываться от болезни от вредителей поверьте роза зацветет где я уже снимала ролик на эту тему по моему года или два-три назад те кто советом моим скажем последовал можете поставить плюсик я уверена что таких людей будет достаточно вот прямо сразу видно что розе не хватило питания то есть где-то вот бутоны вернее побеги с бутонами где-то их нет укус достаточно молодой еще этот ему в принципе второй год только более-менее нормальной жизни пошел что я думаю добьемся мы его покормим все будет хорошо но такое коротенькое видео группа то есть это один из самых популярных сейчас вопросов не режьте кормить кормите чтобы роза была сытая вы когда сытые когда у вас много всяких микро витаминов когда вы себе витаминные комплексы хорошие покупаете вспомните как у вас и ногти хорошие становятся и волосы и кожа и настроение у вас улучшается в принципе монет нас в этом плане ничем не отличаются когда роза сытая у него даже листья становятся более жесткие больше более глянцевые в принципе все растения точно такие же ягодники будете кормить ягода будет крупнее будет слаще будете цветы удобрять будут цветы и ярче и гораздо ярче чем могут вообще сортовый детей бутоны будут больше и лепестков будет больше то есть как бы все хочет кушать вот так у нас идет активная отправка заказов все заказы будут выполнены девочки в офисе тут же как только приходит треки что с почте что создека отправляют все это вайбер ватсап электронная почта на кто он зарегистрирован на сайте может личном кабинете проверять свое отправление так что все вопросы решаются все заказы будут выполнены вот так ну пока как это так будут вопросы спрашивайте будет время я обязательно отвечу но теперь всем спасибо и до свидания